Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я хочу показать вам свою технологию посева седиратов. Кто-то может сказать, ну как подумать, ну какая там может быть технология у посева седиратов. Убрал огород, рассыпал всё, посеял, взрыхлил и всё. А нет, вот у нас, я живу в сибирском регионе, и многие делают так же, как я, и у нас мы делаем совсем по-другому. Так как у нас очень рано приходят заморозки, и бывают осенью уже в сентябре, морозы такие, то если ждать, когда мы вот уберём весь урожай, вот видите, у меня ещё не убрано. Если ждать, когда мы уберём весь урожай и после этого сеять седираты, то они не успевают вырастать. Многие говорят, что кто-то дожидается до цветения, потом срезает, закапывает. Кто-то даже ждёт образование вот этого, ну вот например, как я в Гречихе читала, образование вот этого маленького плодика, и считается это самая эффективная, вот эта зелень под закупку. Но у нас, я обычно сеяла всегда горчицу, у нас даже до цветения она не успевает. У меня вот в прошлом году не успела зацвести, всё, и замёрзла. И поэтому мы, чтобы она побольше выросла, вот эта, например, горчица, начинаем сеять ещё тогда, когда у нас помидоры находятся, ну вот в огороде, видите, они ещё даже вот у меня тут и зелёненькие, я жду, когда вот эти, может быть, кисти ещё вызреют естественным путём. Как я делаю? Я не убираю томаты, вот они, они растут. Смочилась сегодня, вышла сегодня, смочила вот этот весь грунт. Сейчас рассыплю, я вот приготовила горчицу. Кстати, я про гречиху выкладывала видео и просила совета, и многие люди, некоторые, ну некоторые, не многие, некоторые написали, что она у неё более длительный период, и у нас в Сибири она может не успеть сформировать вот такой куст достаточный, что сейчас её сеять уже поздно. И я опять вернулась к своей, ну к традиционному вот этому сидорату, горчице. Сейчас посею горчицу, она-то у нас еле-еле успевает. И вот, я вот так прям сею там же, где растут томаты. Но я, конечно, не буду показывать, как всю грядку я засеваю, я вот сейчас пойду, раскидаю, сею, 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 всё. Если мне будет сегодня некогда, я вот сейчас одновременно ещё и помидоры спираю, то я оставлю так до завтра. Если будет сегодня время, то разровняю сегодня. Дальше я вот этой вот штучкой, я просто вот так делаю, как, как это считается, барнование такое лёгкое. Это даже не рыхление, рыхление тогда мы делаем вот так, а это я просто вот. Видите, и она уже получается, что у неё происходит заделка в грунт. Это очень лёгкий способ, и горчицы этого хватает. Я вот вижу, что, видите, семечек уже нет, всё не видно. Вот они были на поверхности, вот они семянки, вот их нету. Очень хорошо, если после этого ещё пойдёт дождик. Вместе с влагой семена ещё немножко туда заглубятся, но так как им очень глубоко не надо, горчицы этого хватает. Если дождь не пройдёт, то через несколько дней я просто шлангом вот так всё обрызгаю, всё. Вот этот посев, технология посева вот эта, очень быстрая, очень хорошая. Я ничего не перекапываю, не взрыхливаю, просто по влажной почве раскидываю. И вот так вот, как я показала. Потом, что я делаю? Тут же у меня томаты. Я вот как вот, и где томаты, тоже вот так сделаю. И получается, что она взойдёт в сплошную. Я нынче не буду сеять, только вот на этих вот, на дорожках, всё. Потом, сейчас я томаты обберу все вот эти вот, вот так сверху донизу соберу. Вот так вот обрежу, палку выброшу, а этот корень осторожно-осторожно выдерну. Корень и колышек, и всё. И когда я уберу вот эти вот томаты, у меня получатся полностью вот эти грядки, засеянные седиратом, в сплошную. Потому что тут корешок и колышек занимает буквально там 2 квадратных сантиметра, он нам не мешает. Но зато, пока вот я дождусь, пока эти помидоры вызреют последние, пока я всё это уберу, у меня уже будет вот такая вот зелёная вот, ну как горчица, зелёная масса. Если бы я ждала, пока всё это я управлюсь, и иногда даже последние помидоры убираю, когда уже первые заморозки, то седират не успеет дать вот эту зелёную массу, которую нам нужно. Вот, это коротко о моей технологии посева седиратов. Я думаю, тем, кто живёт в сибирских регионах, ой, в сибирских, в холодных регионах, эта информация очень пригодится, особенно новичкам. Вы не ждите, когда весь огород у вас опустеет, и седираты, чтобы вырастить, не обязательно копать почву. Мы же её уже перекапывали, особенно если, как я вот летом показывала, что я ещё подрыхливала, подкучивала. Особенно если вы вот эту процедуру делаете, то можно сеять прямо вот на такую почву, прямо во время растущих растений, они одновременно все будут жить и расти. Эти потом старичков уберёте, а горчица будет расти. И нынче я её не буду ни срезать, ни заделывать в грунт, я буду по-другому делать, потом осенью покажу. Я просто её сверху присыплю небольшим слоем свежего грунта и всё. На будущий год выйду весной, всё перекопаю вместе, потому что срезать большую такую площадь, срезать, перекапывать, укладывать, это очень долго. А я нынче ускоренный вариант вот так быстренько посею, вырастет, потом присыплю. Она там сама за зиму, ну как или весной, там, половина весной, половина осенью немножко перегниёт. Всё это будет дополнительное удобрение. Надеюсь, на будущий год мои томаты скажут мне спасибо. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это технология посева седиратов в холодных регионах, где вот этот вот период для роста седиратов очень маленький. Сеять нужно, ещё не убрав урожай. Всё.